Ингерманский карьер 10 февраля можно было без особого труда спутать со съемочной площадкой отечественного боевика. Десятки людей, одетых в спецформу, бесчисленные коробки с патронами и неутихающие звуки выстрелов. Зачетная стрельба одновременно проходила на пяти площадках. Каждая по-своему уникальна. На одной участникам необходимо поразить несколько десятков целей, постоянно перемещаясь и не попадая в штрафные зоны. На другой стрелок обязан стрелять с разных рук, попутно балансируя на подвешенной платформе. Работать по цели следует не только метко, но и быстро. Время прохождения испытания сказывается на итоговом результате. Даже на перезарядку уходят считанные секунды. Как спортсмены проходят этот участок испытаний, нам расскажет председатель практической стрельбы Севастополя Дмитрий Валерьевич Иванцов. Дмитрий Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, на этом участке я не профессионал, поэтому давайте мы не будем отрабатывать элементы на скорость, а больше на технику, на точность. Что мне нужно, как участнику, сделать на этом участке? Первонаперво вам нужно защитить свои глаза, органы слуха и зрения, защитить от воздействия негативного. Это мы сделали. Дальше. Занимаем позицию в обозначенном боксе для стрельбы. Так. И определяем порядок ведения огня. Ничего не заклинил? Не сопровождаем. Угу. Взяли. Да. А, дернул, вернул? Вот так. Вот так. Да. Я только. Все. Есть. Готовы к тебе. Он не на предохранителя. Ну все, да. Да. Хорошо. Отсутствие опыта применения огнестрельного оружия сказалось на точности. Далеко не все мишени мне удавалось поразить с первого раза. Но под чутким руководством главы Федерации практической стрельбы удалось показать достойный результат. Контрольный всплывок. Оружие в кабру. Спасибо. Посмотрим результаты. Посмотрим результаты. Добал альфа. Добал альфа. Мы сюда один стреляем. Металл поражен. Отлично. Дабл альфа означает, что оба выстрела попали в самый малый сегмент мишени. Каждый контур цели имеет свое название. Альфа, Чарли и Дельта соответственно. Дабл означает, что в один круг попали оба выстрела. Мисс сигнализирует о промахе. А но шут означает, что стрелок попал в штрафную зону, за что получает штрафные очки. Если говорить проще, для победы достаточно точно и быстро поражать мишени, не попадая в запрещенные зоны. Практическая стрельба учит не только метко вести огонь по заданным целям, в первую очередь этот вид спорта воспитывает дисциплину обращения с оружием. Практическая стрельба позволяет научить людей правильному, корректному и безопасному, в первую очередь, обращению с оружием. Помимо того, что мы учим людей стрелять, еще мы доводим культуру обращения с оружием. Для многих это является аксиомой, что оружие нельзя направлять на людей. Палец должен быть на спуску крючок только тогда, когда мы готовы стрелять, чтобы эта стрельба была безопасна. Соревнования проходят в трех классах пистолетов. Это стандарт, классик и продакшн. Среди них встречаются как отечественный Макаров, так и известный по голливудским блокбастерам австрийский ГЛОК-17 и американский Кольт 19-11. Максим Горбунов приехал на севастопольские соревнования из Новороссийска. Говорит, посостязаться с нашими стрелками решил для того, чтобы набрать побольше турнирных очков. На их основании формируется рейтинг лучших стрелков России и присваиваются разряды. Своё выступление на чемпионате он оценил как ниже среднего. Но духом спортсмен не падает. Ему приносит удовольствие самоучастие в подобных состязаниях. Практическая стрельба – это всё-таки образ жизни, возможность совмещать спорт и удовольствие. Ну, а также это круг общения. Свообразие поинтересовало. По итогам чемпионата первое место в классе продакшн получил председатель Федерации практической стрельбы Дмитрий Иванцов. Лучшим в классике стал Константин Кистиченко. Победу в классе «Стандарт» одержал Андрей Еловиков. Все они – севастопольцы.